Как сделать самодельный фонарик? Карманный электрический фонарик нетрудно приобрести в любом магазине. Но стоит ли тратить деньги на фонарь, изготовленный искусными китайскими умельцами, когда можно смастерить свой собственный и самых простых и доступных материалов? Такой фонарик не только верой и правдой будет служить вам в темное время суток, освещая путь, но и поможет поверить в свой собственный творческий потенциал. Видео по теме связанная статья «Самодельные фонарики. Инструкция». Один самый простой фонарик соберите из миниатюрной электрической лампочки и квадратной батарейки. Прикрепите лампочку к одному из контактов батарейки изоляционной лентой. Второй контакт оставьте свободным. При нажатии на контакт-цейп замкнется, а лампочка загорится. У такого карманного светильника два недостатка – существенные габариты и отсутствие направленного луча. Для уменьшения размеров фонарика понадобится маленькая пальчиковая батарейка и корпус. Два подберите подходящий по размеру одноразовый шприц. Удобнее всего использовать тот внутренний диаметр которого равен 16 мм, а вместимость 10 мл. Отрежьте ножом выступающий конус шприца, на который насаживается игла. Три при помощи сверла или обычного ножа сделайте в донышке шприца отверстие под цоколь алампы, поместив его строго по центру. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него с мотягом ввинчивался цоколь миниатюрной лампочки. Второе отверстие, оставшееся от удаленного конуса, потребуется для тонкого провода от телефонного кабеля. Четыре выньте из шприца поршень и срежьте ножом его конусообразную поверхность. Теперь прикрепите к поршню один конец тонкого провода. Из кусочка жести вырежьте диск диаметром 15 мм, проделайте шилом отверстие возле край диска и закрепите в нем оголенный и зачищенный конец провода. Желательно провод припаять, но вполне достаточно просто прикрутить. Диск приклейте к обрезанной поверхности поршня суперклеем или эпоксидной смолой. Пять-второй конец телефонного провода протяните внутрь корпуса шприца и введите наружу через небольшое отверстие. Плотно обмотайте провод вокруг цоколя лампы. Вставьте в корпус пальчиковую батарейку. Соберите всю конструкцию в единое целое. Чтобы батарейка не болталась в корпусе, обмотайте ее несколькими витками изоляционной ленты. Шесть-включите фонари, нажав на поршень. Выключение осуществляется обратным действием. Достаточно, если поршень будет иметь свободный ход в 1 мм. Теперь вы можете смело шагать навстречу ночным приключениям.